вышел блять поснимать видосики а тут у нас следы блять нашего культурного достояния вот блять природа и это те кто у нас любит говорить рассуждать о морали высокой духовности интеллекте посмотрите как сукас рот срут блять так что блять пиздец все вокруг засирает нам козлы блять вот пидоры блять пиздец блять не убираю за собой нихуя блять срач стоит блять животные мерзкие ничего святого так ничего приступим к обустройству нашего места для съемок сейчас будет ролик у нас так всем доброго времени суток дорогие друзья это у нас очередная рубрика глупые вопросы от наших пользователей и наконец-то решил в разгар пандемии выбраться на природу чтобы поснимать видео и кстати по поводу там пару слов по поводу этой самой пандемии коронавируса всего такого как-то шутил над знакомыми значит что как бы дома слышали что в китае происходит там жопа параплан эвакуации придумать но я так со стёбом типа и они все таки то типа то то на полном серьезе конечно воспринимали потому что как бы многие семейные и как бы это слышит неприятно и очень даже страшно вот и они кто-то так отнекивались и я удивлялся такой какой-то легкомысленности вообще потому что как бы когда какая-то очень большая страна закрывает очень большой город ухань как бы 11 миллионов жителей не хер собачий а вот стоит уже задуматься как бы что-то дело нечистое а потом они вообще целый регион закрыли а это 50 чем-то миллионов человек и тут как бы уже вообще ну не поддаешь эту информацию сомнению о том что там происходит что-то страшно что действительно происходит ну вот и как бы надо уже что-то предпринимать ну и всем как-то похуй было все как-то жили типа ухань чё какая ухань ухо город какой-то в китае где-то неизвестный чё за хуйня вообще творится непонятно это типа очень далеко ну то что очень далеко может очень быстро стать очень близко это как бы в современных реалиях не проблема и как бы так легкомысленно относиться к этому ну нельзя если бы закрыли допустим какой-то нью-йорк то тут как бы до кипиша побольше было все пуже вообще не знаю тут бегали громили магазины жгли автомобили и все такое потому что нью-йорк это как бы известный город блин есть его закроют то это понятное дело что там будет а когда какая-то ухань они никто не знает где это что это хуй его знает муж какая-то деревня там три человека живет как бы всем по барабану было ну в общем как-то так ну вот так и приступим же к нашим блины этим самым то вопросом вопросами что-то там уже сегодня даже собрал сейчас мы поглядим так заходим в проводничок документы документы вот начнем 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 первый вопрос у нас задает александр мне 28 вес 86 килограмм росту 74 сантиметра хочу скинуть вес ну и при этом чтобы был рельеф то есть мышцы и росли тоже чтобы я раньше занимался на массу но уже как год и два месяца не ходил вот хочу опять начать и как правильно пить блять это пиздец какой-то как можно так писать или на вроде взрослые образованные люди блять 28 лет ебать ни одной запятой где что понимай как хочешь хуй его знает просто пиздец какой-то блять ну да качки ж тупые блять на хочу можно блять как бы писать а там как бы ну крипту и раскрипту и как хочешь понимай нахуй это просто пиздец на я я не знаю ну как так можно писать блять ладно ребенок бы какой-то писал бы там мне не знаю даже одиннадцатиклассник какой-то это я думаю как бы ну запятыми там с точками дружит а тут вообще то есть поток такого блять и блять не ну это в принципе понял что он хочет ну блять ну это ж ёб твою мать я представляю как блять бомбила бы у этого у какой-нибудь там блять филолога или этого какого блять которые с текстом работают редакторы и прочие вот эти вот все публицисты все вот эти вот все дела хочет он знать скинуть вес рельеф мышцы при той же время он занимался на массу уже год два месяца ходил вот хочу опять как правильно питаться скажите блять то есть он хочет чтобы был рельеф и мышцы в то же самое в то же самое время росли ну во первых александр этого как бы ну можно вообще так сделать но это во первых должна сопутствовать генетика во вторых гормональный фон соответственно принимать что-то надо а в третьих одновременно наращивать мышцы и при этом строить рельеф невозможно то есть сначала что-то одно мы набираем массу а потом строим рельеф то есть в твоем случае я бы тебе посоветовал все-таки массу набирать потому что у тебя как бы гости 6 килограмм здесь 4 вес на 10 килограмм опережаешь свой рост это уже хорошо еще бы немного поднабрать пяток килограмм я думаю и тогда можно будет строить рельеф то есть тогда уже у тебя и мышечный корсет какой-то будет не собственно не будешь потом при похудении как облезшая курица так следующее нам пишет саму самуил самуил эль джексон нет это просто самуил какой-то здравствуйте подскажите как сделать 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 кубики пресса больше в объеме и рельеф не чтобы делать а что делать вот опять странные вот эти их не росписи вес 56 росту 73 сантиметра 15 лет для начала хотя бы тебе надо массу поднабирать немножко вот чтобы рельеф не было понятное дело как бы диету соблюдать на так как у тебя веса 56 килограмм ну и не видно пресса ну блин если тебе строит рельеф часто это ну будет пипец то есть вес вы надо набирать тебе как минимум надо 75 килограмм весить для того чтобы построить хороший рельеф а вот а чтобы сделать в объеме кубики больше ну как бы опять же массу надо набирать ну как бы без этого никуда ну и соответственно если у тебя генетически как бы кубики маленькие ну больше ты их и не сделаешь вот ну так уж все устроено поэтому только массу набираю сейчас тебе не имеет смысла вообще 56 килограмм 173 рост ну как бы сами понимаете так следующий нам пишет леся здравствуйте был большой перерыв в тренировках два года сейчас начала заниматься опять в тренажерном зале какой лучше пить протеин чтобы уменьшить жир и на работать рельеф ой во первых протеин это просто еда в простонародье жрачка обычная это как мясо яйца молоко творог да что угодно просто пищевой концентрат ничего особенного там нет он не помогает жечь жир он не помогает строить рельеф то есть как дополнение к вашей диете то есть ничего особенного там нету и как был любой протеин подойдет для того чтобы восполнить дефицит белка в диете но если у тебя диета нормально и белка там хватает в принципе тебе дополнительные какие-то добавки они и не нужны вот так вот а для того чтобы построить рельеф нужно соблюдать дефицит калорий а не принимать протеин один только так следующий нам пишет илья здравствуйте я хотел бы узнать ответ на один мой вопрос который я часто себе задавал я тренируюсь каждый день по утрам смешивая кардио воркаут бодибилдинг вопрос заключается в режиме тренировок можно ли около восьми часов в день тренироваться каждый день на кой хрен по 8 часов в день тренироваться то есть я конечно понимаю что хочется построить красивую фигуру хочется там как-то даже три часа в зале но это слишком много то есть как по мне лично ну полтора часа тренировок достаточно не нужно так много себя истязать и 8 часов в день от этого толку просто не будет рано или поздно ты заебешься у тебя начнется регресс а потом и деградация то есть и наоборот даже будешь терять мышечную массу потому что организм просто ну будет в таком физическом шоке находиться от того что ты его въебуешь так сильно блин по 8 часов в день ну это как бы нехорошо даже негры от работы дохли блин ну это конечно не этично и как бы хочется сразу обозначить как бы ничего здесь российского нету потому что лошади тоже дохнут от работы а как бы мы с лошадями определенный генетический фон все-таки общий имеем вот поэтому логично предположить что если какой-то млекопитающий слишком много трудится то она потом конечном итоге это 8 копыта может двинуть так вот что у нас дальше он пишет по 8 в день каждый день недельная программа понедельник все тело вторник ноги среда грудь до сюда ну во первых график можно строить как угодно в принципе кардио с силовыми тренировками можно совмещать с воркаутом я думаю воркаут уже будет немножко лишний потому что совмещать тренажерку и воркаут и плюс еще там кардио у тебя это как бы дохреновато я думаю лучше тебе заниматься просто кардио и воркаутом вот из тебя как бы нравится больше качалка ну тогда качалка или его совмещать воркаут и качалку как бы в принципе воркаута но как бы с качалкой почти одно и то же так что там уже кому что нравится но по восемь часов в день это уже перебор так вас сильном пишет скажите на курсе тест пропик и станозилов можно принимать протеин нельзя потому что они пойдут в реакцию вас пойдет пена сорта глаза бешеный стояк и в общем вы будете творить ужасные вещи короче ну вообще категорически запрещается то есть протеин принимать со станозололом и пропиком это вообще так и там еще нам пишет геннадий здравствуйте хотел бы узнать ответы на вопросы первое через сколько недель нужно сдавать анализы после курса и что именно нужно сдавать не они считая теста ну во первых смотря какой у тебя курсы на чем если на длинных эфирах то он где-то через три-четыре недели у нас начинается пкт подожди сейчас через сколько недель нужно сдавать анализы после курса у нас в середине курса обычно сдают анализы потом в конце курса когда мы прекратили уже принимать где-то через там я не знаю пару недель можно в принципе сдать после курса через одну-две недели тест подупал и все как бы более-менее того этого вот потом у нас идет пкт и после пкт где-то через несколько недель мы опять сдаем анализы где-то в таком порядке ну схемы конечно же может могут быть у каждого разные они могут отличаться кто-то говорит иначе кто-то так поэтому я обычно вот так вот и все может зависеть от каждого конкретного случае если вы принимаете короткие препараты кто где-то через одну-две недели сдавать после курса анализы когда уже в уровень теста подупал чтобы посмотреть что там да как с гормонами какие завышены какие нет и что в этот момент принимать чтобы понизить если они завышены так она какие сдавать кроме теста у нас сдаем значит на пролактин lg и фсг прогестерон обязательно ну и вроде как все если не забыл ничего ну а и эстро конечно же на эстро сдаем обязательно то есть вот эти вот самые основные для нас гормоны если мы на пролактин и эстроген в принципе можем как-то повлиять даже налоги фсг тоже можем повлиять то есть у нас будет завышенный допустим прогестерон то мы там как бы особо ничего не сделать не сможем и для того чтобы его понизить нужно делать большой ну скажем так длительный перерыв от фармакологических препаратов чтобы он устаканился потому что обычно этот гормон тоже на курс негативно может повлиять если он завышен вот поэтому только отдых опять же уточню что препаратов для его понижения данный момент ну насколько я помню пока не существует так поехали дальше ну если я ошибаюсь конечно можете поправить так савар нам пишет здравствуйте что думаете насчет белого хлеба слышал что сам арни в свое время говорю что белый хлеб это яд или белая смерть с каких это делов вообще блин углеводы стали белой смертью я блин хренею блять белый хлеб да ничего страшного в нем нету это обычные углеводы по моему даже в том же гейнере блять как бы никто не обращает на это внимание что мальтодекстрин а это гейнер углевод как бы с очень высоким гликмическим индексом не всем по барабану а тут у них хлеб видишь ли блин вредный то есть какие-то коктейли у белку углеводные принимают ну это как бы нормально там углеводы какие-то особенные ничего вредного в углеводах этих нету и белый хлеб он-то в принципе от черного не отличается и от хлебцов не отличается потому что там одни и те же углеводы вопрос в количестве то есть если жрать хлеб блин тоннами безудержно постоянно то конечно это вредно то есть перебор по калориям соответственно жиреешь и как бы проблемы потом на сердечно-сосудистой и как бы с лишним весом ну а ну как бы все одно за другим и поэтому соблюдаем такую как бы норму жрем что хотим и не переживаем ну и соответственно занимаемся спортом и белка достаточно кушаем и тогда все у вас будет в порядке игорь здравствуйте куда колоть тесто в яички ну можешь в уретру например уколоть себе тесто ну или в простату сразу ну вот самые такие эффективные способы потребления тестостерона так что у нас там еще камила нам пишет здравствуйте пью протеин за место двух перекусов после трени утром и на полдник ем 3 раза в день пп еда ну как бы хорошо занимаясь зале три раза в неделю прошло пять дней никаких результатов скажите это нормально вес 77 рост 166 вес может стоять долгое время и чё а калорийность рациона какая вес скорее всего не падает потому что вы едите много калорий поэтому поэтому он не падает ну вот стоит калорийность урезать в при вашем то росте и весе надо где-то 1200 1300 калорий поедать это как бы нормально будет ну вот как бы если вес не падает значит надо задуматься том что вы много кушаете и дело не в пп еде без разницы хоть пп хоть не пп да какая да можно блин даже на водяре блин худеть без проблем то есть не превышать калорийность так ян пишет хочу узнать по был по был на курсе полтора месяца можно ли начать принимать креатин после курса месяц и потом снова на курс опять та же самая история с протеином ну конечно же нельзя он потому что он войдет в опасную реакцию с остатками значит того что вы принимали на курсе у вас пойдет пена старта бешеный взгляд стояк неудержный и короче все такое и как бы ужас будешь утвориться так сергей пишет нам здравствуйте я вижу 52 килограмма при росте 168 сантиметров хожу в тренажерный зал уже месяц как мне набрать вес с питанием проблем никогда не было многие советуют начать поедать всякие коктейли с аминокислотами неужели без них нельзя массу набрать я что-то не пойму а что такого во всяких коктейлях с аминокислотами то есть ну как бы в чем проблема я вообще не понимаю то есть неужели без них нельзя ну и и без еды тоже представляете нельзя набрать массу вот так вот без еды нельзя набрать массу а как же так вот верующие в питание с воздуха как бы сейчас ополчаться обидеться ему в чё за хуйня чё-то там несешь блять да я могу набирать блять на 3 граммах белка в неделю блять на 4 калории там блять и как бы пофигу питаться энергии солнца там или луны и чем они там питаются невозможно блять невозможно сколько раз повторять если ты хочешь набрать массу надо жрать много без них нельзя ну как бы коктейли и коктейли обычная жрачка аминокислоты шоу в этом плохого ничего плохого там нету то обычные концентраты пищевые концентраты блин творог это кстати тоже пищевой концентрат еще теперь химия не есть ее или что я вообще ужасе ужасе машином пиши добрый день хотела бы узнать после приема протеина какое время нельзя пить воду даже нужно сразу после приема пить ну как бы что значит после приема протеина протеин вы с водой не размешиваете . коктейль вы чё сухую его жрете я чуть не пойму то есть как бы пить можно сразу до хоть сколько то вот сколько хочется столько и пейте то есть как бы ограничение вообще никаких нет какие-то иммундозвон и ходит заебали так руслан здравствуйте врач разрешил мне пить аминокислоты но с оговоркой те что не считаются протеином блять а какие интересно аминокислоты могут не считаться протеином вроде бы как кажется что протеин состоит из этих аминокислот что-то мне подсказывает то есть как бы врач наверное полный дегенератор раз такое говорит в принципе я уже таких встречал как бы подскажите какие именно считаются протеином заранее спасибо то есть ну руслан не хочется тебя обижать не 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 то самое ну как бы может просто ну знание может быть просто у человека ну как в этой области маловато поэтому он задает такие вопросы ну как бы врач дебил то это понятно то есть аминокислоты это белок это производные от белка то есть они вообще составляют сам белок то есть разные комбинации аминокислот составляют тот или иной белок считаю аминокислоты белок белок аминокислоты я думаю все понятно то есть как бы тут вообще это и не химия это ничего это мы вот состоим из белка белки состоят из аминокислот вот мы все все наши клетки даже клетки мозга насколько помню там тоже как бы аминокислот дохренища белков дохренища ну там жир есть и все остальное тут как бы я как бы не биолог составе особо там не разбираюсь но как бы что-то мне подсказываешь там тоже из белок вот потому что он есть везде это такой себе строительный материал живых углеродных организмов вернее организмов на основе созданных на основе углерода так и как бы об буду тех врачей которых я встречал до дегенераты во врачах действительно встречаются и это очень печально я как-то ходил тоже в частную клинику проходила обследование и там был дебил который говорил мне что как бы сахарозаменитель это очень плохо и как бы почки откажут со временем и вообще инсулин зависимость можно получить как бы вообще не понял что я исправлю что от сахарозаменитель сахарный диабет заработать это как вообще попросил объяснить потом он мне сказал что он где-то там и на каком-то семинаре слышал на и ля-ля-ля то поля блядя блядь вообще охуел от сахарозаменитель получить блять сахарный диапет это полным дегенератом надо быть чтобы такое вообще сказать блять ну принципе от сахара под он обосновал что типа сахарозаменитель наебывает рецептор наша организм думаю что этот сахар вырабатывает инсулин как бы все такое ну блять но организм организм же не такой тупой то что чувствовать вкус это одно а когда тебе вот нему попадает какое-то вещество он же ощущаешь что это ну как бы его наебают и она вроде как на вкус сладкая но это вовсе не углевод что-то другое там где ничего нет вообще то есть он же совсем не не дебил как-то определяешь и там нет углеводов поэтому он не вырабатывает инсулин потому что углеводов нету с чего бы это прецедента нету для того чтобы вырабатывать сама реагента блять но нету его вот а этот идиот говорит что как бы ну такие вот проблемы и потом еще и на том же месте еще один дебил нашелся который сказал что типа сахарозаимитель это вредно надо кушать мед потому что он полезный и сахар типа не есть я блять такой а ничего что там как бы в меде блять 70 процентов глюкозы ну как бы блять ничего страшного и как бы мед это самое вообще и для тех кто не знает это самая аллергенная пища которая вообще в природе существует почему потому что как бы ну она из цветка же добывается до нектар все остальное как бы очень многих на это дело аллергия особенно у детей сыпеть жопу им блять и безбожно и вообще может обсыпать и чесотка вся вот эта хуйня и отеки кивинки еще какая-то поебень может быть короче ужасно и вообще хреновина творится вот поэтому у нас бабушки как бы скажут что типа бляшу раньше кормили похуй было нормально все было ну как бы да нормально блять потому что там обсыпанные все ходили ну как бы это же типа естественно бляху его знает там от меда не от меда ну типа бля экология плохая бля как-то так было так следующий напишет маги здравствуйте мне 19 лет рост 180 вес 60 килограммов можно набрать массу тренируясь дома примерно плюс 5 килограмм можете подсказать какие упражнения поможет для набора массы чем питаться и чем заменить гейзеры опять ну гейзеры во первых ничем не заменить это такое природное явление которое в принципе как бы ну ну вообще можно но как бы смысл если она уже есть само по себе как бы булькой там а вообще без шуток он имел в виду гейнеры наверное видимо это вот этот песновутый т.д. т.т. 9 в телефонах который как бы подбирает слова там заменять что-то ну видимо да мне тоже такое случается когда печатаешь печатаешь а потом вдруг обнаружишь у это падла заменила какое-то слово и в общем то потом курьез получается неприятно так дома конечно же массу можно набрать и на домашних тренировках это безусловно как бы физические нагрузки они и в африке физические нагрузки где бы ты не занимался на турниках на блять на дома на этом самом блять с гантелями там с резинками в тренажерном зале не имеет значения то есть особо сделал уже в весе то есть дома было понятное дело что как бы ограничен да с работа в работе с весами наши в тренажерном зале как бы можно побольше веса таскать вот и конечно же питаться нужно хорошо а ну а чем заменить гейнеры блин любыми углеводами те же макароны можно жрать блин как бы вот тебе и замена углеводов из гейнера как бы неплохая причем замена с яичницей такие углеводы очень даже заходит так поехали дальше нам пишет драме твой здравствуйте на курсе две недели дека 400 плюс nk 625 как он точно отмерил 625 ну как бы мы этот момент упустим потому что точно так как бы там и шприцы остается и вампули остается и как бы может быть и недолив в ампуле и может быть еще и недосып в этот самый недолив вещества производителем то есть поэтому четко там 400 и 125 быть не может то есть если это препараты исключительно такого фармакологического качества именно с аптеки но там погрешность может быть это сколько я не помню если честно там по моему до пяти процентов что такое короче даже то хотя я могу ошибаться но там гораздо более точность это это безусловно а вот то что производит там спортивная там двое ну там как бы еще может поспорить так сдал анализы ничего не беспокоит кроме окна и как обычно тестостерон общий 51 рф пролактин 440 ну завышен немножко пролактин с 1333 блять эстер в два раза завышен 337 у него вопрос стоит ли что-то пропить силану или бергалак конечно стоит пропей и ам от завышенного эстра и соответственно от пролактина может бромокриптин пропить тоже очень помогает хорошая вещь так следующий чё там нам блять дмитрий дмитрий нету дмитрий уже даже ответил можете пить ингибирь ботин туда-сюда к бергалин основа одновременно разве так и тут дмитрия нам опять спрашивает а можно ли пить кабергалин и анастрозол и анастрозол блять анастрозол одновременно конечно можно так следующий напишем смысл сбивать эстер и провокий сенокурс они всегда за так тут у нас спрашивает дмитрий уже в чем смысл сбивать эстер и пролактин и сенокурс и всегда завышена ну это понятно что они завышены конечно но как бы в ресверсных значениях их лучше все-таки держать потому что могут возникнуть проблемы и с настроениями и с тем же окном может сильно обсыпать и как бы с гинекомастией тоже могут возникнуть проблем подошу вот это самая главная проблема едино его чтобы его сбежать нужно эти гормоны значит понижать так ну в общем то все больше он тут ничего такого не спрашиваю так следующий нам пишет левина раз в месяц делаю загрузочный день только вода можно ли в этот день тренироваться конечно можно а вообще на кой хрен как бы ну разгрузочные они загрузы разгрузочные ну разгрузочный день как бы можно делать принципе ничего плохого там нету и как бы пользы я особо это мы не вижу в принципе то есть можно просто понизить калорийность чуть меньше есть чем обычно как бы нормально себя чувствовать как бы не пользы не вреда нет можно делать чувствуете себя нормально как бы все хорошо вдруг как бы почему нет пора так следующий нам пишет влад этом батарейка хоть несет на рекорды интересно уже 27 минут так следующий нам пишет влад как принимать тест и нантат и болт то есть 400 миллиграмм в неделю это сразу колоть а ты тестостеронный болтыном у него 400 миллиграмм неделю что-то не понял это сразу голодили разбить на два этапа по 200 миллиграмм или натрира я что-то не понял в какой дозировки чего он собирается это у него общая дозировка теста болда или блин и хрен его знает или отдельно по 400 миллиграмм нашу этапа по 202 этапа по 200 миллиграмм нормально хоть бы уточнил но вообще конечно лучше разделять нам же неважно какая дозировка там 400 или 800 неделю то есть как бы надо разделять на два раза в неделю и желательно длинные эфиры разбивать на понедельник допустим и четверг если у нас короткие эфиры которые работают сутки двое то их ставить через день либо каждый вот так так иду на меня спрашивают а инсулиновый шприц подойдет для курса конечно же нет но если ты конечно гармошку принимаешь или пептиды тогда он подойдет маслянистые эфиры или даже в один на воде там допустим тоже суспензия теста строну никак не пойдет тем более суспензии она попросту там по моему не пролезет даже потому что гранулы большие вот а масло колеть колоколоте она просто вытечет из отверстия поэтому как бы ну глубина из-за того что маленькая она просто вытолкнется и как бы не пойдет так инсулин к сергей огромное спасибо даже да а вот тут меня спрашивает можно ли мешать препараты в одном шприце конечно можно можно смешивать все масло абсолютно нельзя мешать его с водой даже в воду насколько я помню водяные препараты тоже не все можно мешать вот а вот масло мешать можно все ну или можно я в принципе могу ошибаться как бы но это мое субъективное мнение можно ли водяные препараты мешать можете отписаться кстати в комментариях на ну по поводу маслянистых препаратов это я знаю точно мешать можно все маслянистые препараты так следующее нам Там пишут следующий, следующий, Влад пишет еще один. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать, если одна грудь более развита, чем другая? Ну, если как бы это генетически обусловлено, что там просто мышца меньше, крепление другое, то как бы уже ничего не сделаешь. А если ты как бы занимался как-то стремно, непонятно, на каких-то странных тренажерах, то, конечно же, давать больше нагрузку на более развитую сторону и меньше на то, которое больше. Вот и все. Так, Денис нам пишет следующее. Здравствуйте, хотел спросить, находясь на диете, что худеет в первую очередь, а что в последнего? Если говорить о жировых отложениях на животе, совместность диеты и какие-то упражнения ускоряют эффект данной проблемной зоны, допустим, качание прессы или нет. Просто заметил, что как похудело лицо и ноги, а живот пока почти такой же. Ну, во-первых, живот уходит в последнюю очередь, и висцеральный жир тоже в последнюю очередь уходит. То есть в первую очередь худеют плечи, руки, потом ноги и потом только там живот, спина, вот такие вот места. Но вообще генетически у каждого по-разному. Жопа вообще в последнюю очередь худеет. То есть это нормально, то есть можешь не переживать. То есть как бы там, где у нас природы обусловлены, стратегические запасы жировые, там они и собираются. И как бы там они в последнюю очередь, где прослойка очень толстая, она в последнюю очередь и уходит. Так что это нормально. А по поводу упражнений, что есть какие-то жиросжигающие упражнения, именно локально, таких упражнений не существует и быть не может. В принципе, потому что организм локальный жир не сжигает. Он сжигает в общем. Но сжигаются, казалось бы, ну типа быстрее. Там, где прослойка просто тоньше. Или жир менее плотный. Вот так вот. Так, ну и все. Все, в принципе. Вопросы-то у нас закончились. На все вроде бы пока ответил. Будем ждать следующей порции наших замечательных вопросов. А так хочется пожелать на конец видео. Вам всем не болеть. Берегите себя и своих близких. Так что всем до скорых встреч. Пока.